Проблем с грудью у Людмилы Павловны никогда не было, но услышав, что в городе можно пройти маммографическое обследование совершенно бесплатно, женщина решила такую возможность не упускать. В институте уже некоторые проходили и предложили, сказали, если вы хотите пройти бесплатную диспансеризацию, то, пожалуйста, пройдите. И мне тоже захотелось, так как все-таки возраст. Процедура данного обследования безболезненна и занимает менее пяти минут. Тем не менее, маммография является одним из самых эффективных методов обследования при диагностике рака молочной железы. В прошлом году у нас было выявлено за год 101 случаи рака молочной железы. В этом еще год не закончился, уже 115 случаев. И надо отметить, что благодаря диспансеризации 44 пациента были выявлены с раком молочной железы. Именно благодаря прохождению диспансеризации и проведению маммографии. То есть, если бы они это не прошли, соответственно, они до сих пор ходили бы, не зная, что они болеют данным заболеванием. И из этих 44 человек 35 были обнаружены в первой, второй стадии. То есть, это те случаи, которые, благодаря тому, что мы их выявили на данной стадии, и вовремя прооперировали, они практически стопроцентно будут излечены от данного заболевания. То есть, это 35 спасенных жизней. Удивительно, но желающих пройти бесплатную маммографию много среди тех, кто не подлежит в этом году диспансеризации. Со слов врачей, день они обследуют около сотни таких пациентов. А вот те, кто должен пройти диспансеризацию, особой активности не проявляют. На сегодняшний день дополнительную бесплатную диспансеризацию, которая вам гарантирована государством, прошло 27 тысяч человек. 5 тысяч человек на сегодняшний день оказались неосмотренными. Мое обращение сегодня обосновано тем, что вы не получаете на сегодняшний день гарантированную бесплатную медицинскую помощь. Воспользуйтесь своим правом, пройдите диспансеризацию. Паспорт, полис и желание быть здоровым – это все, что нужно для бесплатного обследования груди, которое в Нижнекамске можно пройти до конца этого года в кабинете маммологии. Кабинет располагается по адресу строителей 10В. Часы приема с 7 до 12 и с 13 до 17.30. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.